На российский рынок брутальных внедорожников выходит Isuzu MUX, родственник пикапа D-Max. Эпичность этой ситуации в том, что существующее с 2006 года российское представительство Isuzu, если не считать того самого пикапа, впервые осваивает сегмент пассажирских легковых автомобилей. MUX — это классический рамный гряземес с более чем 20-сантиметровым дорожным просветом, с зависимой задней подвеской, жестко подключаемым полным приводом, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Подобную технику японская фирма выпускает уже 40 лет. Но в последние два десятилетия у российских дилеров таких Isuzu не было. Интересно, почему? Это хороший вопрос, и я не уверен, что знаю ответ. Думаю, трудность была в том, что в России нужен особенный продукт. И я настаивал, чтобы принять новый автомобиль только с трехлитровым двигателем. Иначе мы не попадем в рынок. Проектирование версии с этим двигателем специально для России потребовало времени. В родном Таиланде у внедорожника есть мотор 1.9, но для России главным и единственным выбран трехлитровый четырехцилиндровый дизель заслуженной G-серии, который восходит еще к 80-м годам. У нас же мотор ставится не только на пикап D-Max, но и на коммерческую технику. Отсюда и межсервисный интервал 20 тысяч километров. И Судзу намеренно стать лидером в сегменте. И при таком напоре логично спросить, не планируют ли собирать модель, например, на собственном заводе в Ильяновске. Я думаю, это возможно. Но не сегодня. Мы должны быть уверены, что сможем продавать 7-8 тысяч автомобилей в год. И после этого мы рассмотрим возможность локального производства. Принципиально мы не против локализации. Например, мы выпускаем здесь коммерческие модели. А внедорожник как продукт даже лучше подходит России. Но нам нужен объем, чтобы оправдать затраты. Что же до модификации, то их будет всего две. И обе – трехрядные, семиместные и с безальтернативным шестиступенчатым автоматом i-Syn. Базовая комплектация Comfort включает тканевый салон и 7-дюймовую мультимедийку. А версия Premium Safety – это кожаная отделка с электроприводом водительского сиденья, 9-дюймовая мультимедия и довольно продвинутый комплекс электронных помощников с адаптивным круизом и автоторможением. 1 марта Isuzu попадает в конкурентную среду, где уже есть другие внедорожники, родственные пикапом. Это Toyota Fortuner и Hilux, Mitsubishi Pajero Sport и L200 и с натяжкой HVLH9 и Great Wall Power. Чем крыть – ценой. Обе комплектации Isuzu должны быть дешевле 4 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok